Вы реагируете адекватно? Я адекватно. Если вам что-то не понравится, вы можете не отвечать. Все нормально. Девушек тоже. Поехали. Здравствуйте, уважаемые. Я следил за вами. Особенно за вами, девочки, тоже следил я. Такой вопрос. Вот вы сейчас выступили. Какое ощущение отдачи от зрителей? Вот я знаю, на улице полка-то заметили. А вот в зале, на сцене, горячо? Как? Вообще прекрасно, честно говоря. Куча аплодисментов, куча хороших эмоций. Все улыбается. Тем более после того, как я сказал, что у вас скрытная камера снимает. Все сразу все улыбаются. Такой вопрос. Вот эти девочки, это с вами постоянно? Да, постоянно преследуют меня. Это мои инструктора. Мы теперь всегда. Понял. И такой вопрос, следующий по нашей тематике. Вот если бы вот использовать матерные слова в песнях, как бы вы справились с этой задачей? Просто сейчас очень популярно, очень многие певцы используют матерные слова в своих песнях. Как вы на это смотрите? Я понял, но на самом деле я секрет раскрою. Песня Гадюка, изначально она имела такие слова матерные. Но так как постеснялись в то время, вроде 90-го года еще и так, наверное, раскрылся. Поэтому мы более такими лояльными словами. А так, изначально, да, это стало близко. Я понял. Теперь вопрос к девочкам. Можно, да? Как вы познакомились с нашим уважаемым певцом? И что вас вообще побудило быть танцовщицами? Я вот правильно вопрос задал? Танцовщицы говорят, да? Под танцовкой, как это правильно будет? Отверьте, пожалуйста, на вопрос. Артисты. Изначально сцена для нас это жизнь. На сцене мы чувствуем себя раскованно, комфортно. Мы очень любим выступать. Мы очень любим песни Сергея Чумакова. Поэтому мы не могли и не согласиться работать с ним. Мы с радостью исполняем наше дело. Все. Спасибо. А вы учитесь где-нибудь еще? Уже все закончили. Все, мы уже закончили. Хорошо. Следующий вопрос к вам. Прочитаю, потому что это очень длинный вопрос. Вопрос с подковыркой. Как в современном мире, в мире трендов, вам, так сказать, звездам, так сказать, прошлого СССРовского времени живется с финансовой составляющей? Вообще, пока блин, как у тебя вообще? В карманке нормально. Да, что-то есть. Что-то есть. А здесь хватает. Ага, понял. Скажите, пожалуйста, заработок по тем валютам, так сказать, по тем составляющим в СССР больше можно было заработать? Или сейчас, в России? Больше можно сейчас заработать. Наверное. Не знаю. Но это кто как старался. Все, понял. Не пробовали? Красиво. Настоящий Чумаков, если настоящий. А? Если настоящий. А, все. Вопрос есть. И не настоящий. Или как? Я специально написал. Люди не узнают. Я просто играл. Действительно. Я учился. И... Побрился. Побрился, да. Ага. Ну и написал, чтобы вопросов лишних задавались. У меня тоже дома есть футболка, настоящий одно Шварценеггер. Но никто не верит, почему не написал. И следующий вопрос. Не пробовали стиль музыки поменять песен? Рэп, например. В рэпе как-нибудь там? Я ради прикола, кстати, записал рэп. Две песни. Он на стихе Александра Сергеевича Пушкина. О, еще не плохо получилось. Где можно послушать? В эту. Так и на браку. Пушкин в современном стиле, да? Сергей Чумаков. А вы нам не зачитали пару стих? Рэп на стихе Пушкин. Есть пару строчек из этого? Так как дело в том, что битов нет. Давай я бит сделаю. У нас и юмор есть, и веселье, и все. Адекватные люди. Очень приятно было с вами познакомиться, пообщаться. Девочки потом номер телефона тоже. Одинный вопрос у меня есть на завтра вечером. Вам большое спасибо. Дальнейших успехов в творчестве и жизни. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Я делаю подсъемку. Вам нужна подсъемка?